Здравствуйте, уважаемые аквариумисты! Вы смотрите видео-журнал «Клиника болезни аквариумных и прудовых рыб». В студии специалист по болезням рыб, их теопатолог Екатерина Отставная. Ко мне на прием принесли несколько алых барбусов с несвойственными для рыбок бугорками на теле. Владелица барбусов рассказала, что в начале развития болезни эти новообразования были похожи на маленькие язвочки. Решив, что это обычная инфекция, она стала применять противобактериальные препараты. Но лекарства не помогали, а нарывы только увеличивались. Для меня визуального осмотра рыбы стало достаточным, чтобы понять, почему самостоятельное лечение не дало результатов. Рыбка была поражена не бактериальной или протозойной инфекцией, а одним из представителей червей-паразитов. Под микроскопом при 20-кратном увеличении видны цисты, а при изменении освещения можно видеть слабое движение внутри этих цист. В случае с этим заболеванием применение антибактериальных средств носит бесполезный характер, а антигельминтные препараты могут быть опасны для самой рыбы, так как убитые личинки начнут разлагаться в теле рыбы, вызывая инфекцию или интоксикацию, что может быть причиной гибели ослабленных рыбок. В данном случае необходимо удалять такого паразита хирургическим путем. И, к счастью, такая возможность имеется. Цисты находятся в той же рыбе, а не глубоко в мышцах. Первым делом необходимо обездвижить рыбку транквилизатором. Это позволит удобнее провести операцию и предохранить рыбку от случайного травмирования. Помещаю рыбку в чашку Петри. Острой иголкой я осторожно прокалываю капсулу. Это требует определенной сноровки и опыта работы с рыбой и паразитами. Аккуратно надавливая на цисту кончиком иглы, нужно вытолкнуть личинку наружу. При необходимости ее можно захватить пинцетом и вытянуть ее из капсулы. Процедуру повторяю со всеми обнаруженными цистами. У этого барбуса личинки расположились в мышечной ткани под спинным плавником. Для удаления паразитов времени и усилий потребуется больше. А у этой рыбки личинка локализовалась подкожным эпителием на нижней челюсти. После окончания операции я посажу барбусов в карантинный аквариум. Для предотвращения воспаления ран у ослабленных рыбок я добавлю в воду антибактериальные и противогрибковые препараты Бактапур и Микапур. Через несколько минут после окончания операции рыбки отошли от действия транквилизатора и чувствуют себя удовлетворительно. Прооперированные барбусы останутся под наблюдением в карантинном аквариуме до полного выздоровления. Рассмотрим самого паразита. Перед нами личиночная стадия развития плоских червей дигенетических сосальщиков из класса Трематода. Барбус в этом видео это всего лишь промежуточный хозяин для паразита. А взрослый червь будет жить и паразитировать в той рыбе или животном, который съест этого барбуса. Именно поэтому я не рекомендую кормить хищных аквариумных рыб и других обитателей аквариумов живой рыбой, особенно больной и ослабленной. Личинки на экране это третья стадия развития паразитических организмов, которые поражают всех позвоночных, не только рыб. Некоторые из них могут вызывать заболевания и у людей. Развитие дигены сложное, с чередованием поколений и сменой хозяев. В общих чертах жизненный цикл паразита можно описать так. Из яиц в воде вылупляются подвижные личинки мироцидии, которые сами находят первого промежуточного хозяина и внедряются в него. Обычно первым промежуточным хозяином являются улитки. В печени моллюска развиваются последующие личничные стадии триматод, спороцисты, рейдии, циркарии. Циркарий выходит из моллюска в воду, чтобы найти следующего промежуточного хозяина, в котором превращаются в мета-циркарию. Также одним из путей смены хозяина паразита является поедание предыдущего хозяина последующим. Рыбка съела улитку или рыбка съела другую рыбку. Показалилый осад, начинает откладывать яйца, которые с экскрементами зараженной рыбы попадают в воду. Круг замкнулся. Общим признаком этих паразитов является наличие двух присосок. Одна брюшная, та что побольше, и головная, поменьше. В продолжении темы про червей-паразитов смотрите фильм про моногенетических сосальщиков. Ссылка будет в описании или жмите на правую кнопку на экране. Если вам нравятся мои сюжеты о болезнях аквариумных и прудовых рыб, подписывайтесь на мой видеожурнал, включайте уведомления о выходе новых выпусков, ставьте лайк. Ваша поддержка вдохновляет меня на создание новых фильмов. С вами была ихтиопатолог Екатерина Отставная. Благодарю за внимание!